До сих пор человеческое тело является загадкой, как для ученых, так и для обычного человека. Все дело в том, что мы частенько слышим о людях, которые делают со своим телом такое, что даже представить сложно, которые постоянно проверяют предел возможностей человеческого тела. В этом видео я расскажу вам о 5 людях с суперспособностями. Поехали! Майкл Рудзен стал человеком-акулой. Этот человек вытворяет с акулами такое, что не позволительно обычному человеку, если, конечно, он не самоубийца. Все дело в том, что люди создают очень много шума, неуклюже двигаясь в воде. А также от человека исходят самые разные запахи, которые раздражают акул. Именно поэтому акулы и нападают на людей. Майкл же, в свою очередь, является профессиональным пловцом и ныряльщиком с огромным опытом. При своем росте под 2 метра, да плюс еще длинные ласты, все это помогает ему быть по размеру похожим на средних размеров белых акул. Даже без акваланга этот человек может задерживать дыхание на достаточно длительный промежуток времени. Плавая плавно и бесшумно, прекрасно чувствует себя рядом с этими опасными хищниками. Тим Кридланд. Человек, который может протыкать свое тело разными острыми предметами. Уже со школьного возраста он показывал своим друзьям, как легко может протыкать свои руки иглами, не морщась при этом от боли. В более зрелом возрасте он долго изучал анатомию, ведь безопасность на выступлениях превыше всего. Теперь, выступая по всей Америке, этот человек продолжает удивлять. Наверное, поэтому его прозвали Король Пыток. Ученые, кстати, выяснили, что он ничем не отличается от обычного человека, кроме как более высоким болевым порогом. Кевин Ричардсон. Специалист по поведенческим факторам животных. Он провел обширное исследование животных, обитающих в Африке. Он работает больше 10 лет с гиенами, львами и большими кошками, такими как гепарды и леопарды. Он может спокойно спать со львом, посадить гиену себе в машину, искупаться с огромной львицей, которой ничего не стоит разорвать его или утопить. Его способы дрессировки основываются на взаимопонимании между человеком и животным. Именно поэтому эти хищники спокойно находятся рядом с ним и даже не думают причинить ему вред. Даниэль Смит. Или попросту резиновый человек, как называют его люди. Все дело в том, что Даниэль с рождения обладает очень гибким телом, но он вдобавок развил эту способность до невероятного уровня. Он без труда пролазит через теннисную ракетку или через сиденье унитаза, может свободно уместиться в чемодане или небольшом ящике. Он является самым гибким акробатом, а также обладатель 5 рекордов Гиннеса. Бен Андервуд. Человек, который видит этот мир через звук. Бену не повезло, и он лишился зрения из-за рака сетчатки. Но дальше с ним начали происходить интересные вещи. Его слух не улучшился, как говорят врачи, но его мозг научился переводить звуковую информацию в визуальную. Так называемое сонарное зрение. Он передвигается без чужой помощи, так как через звук он понимает расстояние до определенных предметов. И это поражает. Выпуск подготовлен при поддержке паблика «Интересные факты и тайны». Подписывайся. На этом у меня все. Подписывайся на наш канал YouTube и смотри еще больше интересных видео. Не забывай ставить лайк и делать репост вконтакте. Это будет лучшая благодарность за видео. Всем бай-бай.